Так, господа, начинаем наш ежедневный обзор курса доллар-рубля. Смотрите, на чем бы я хотел бы сейчас остановиться. Мы сегодня ждали, естественно, самого главного события. Как вы помните, это индекс потребительских цен, так называют CPI в США, да? Индекс потребительских цен в Китае, конечно, США был самое основное. Также отчет ЕЦБ, речь Харкера по ФРС, пособия по безработице в США и исполнение бюджета США. Ну и что я могу вам сказать, господа? На самом деле данные вышли абсолютно фактически прогнозируемые, которые были заложены в рынке. То есть фактически индекс потребительских цен показал небольшое снижение. Пособия, кстати, по безработице тоже показали снижение. То есть это даже говорит о том, что экономика еще более крепкая, да? То есть должны были вырасти пособия, они показали снижение. Это было бы, с одной стороны, для ФРС плохо, и они должны были бы, по идее, как бы тем самым начать давить, да? То есть опять же мы начали бы оцениваться риски повышения ставки. Но перед этим выступил Харкер и сказал, что повышение ставки будет, скорее всего, на 0,25 базисных пунктов. То есть это говорит о том, что постепенно, как я и говорил вам ранее, вот эта риторика ФРС начинает снижаться. То есть уже смягчение идет по вероятному шагу по ставке, также по потолку этой ставки. Ну и, конечно же, я больше чем уверен, что это связано прежде всего еще и с новым конгрессом. И, господа, к чему это все привело? Смотрите, самое главное, я вам сейчас покажу, индекс доллара. Смотрите, куда он улетел. Он пробил 103, ушел на 102,24, уже падает. Помните, мы с вами говорили, что вначале доллар должен пробить 103,5 и пойти уже конкретно вниз, чтобы не восстанавливаться к 103,5. И сейчас эта картина и, в принципе, происходит. Но что важно, господа, а доллар, рубль-то у нас сильно не изменился. Обратите внимание. Помните, я вам говорил, что, скорее всего, 68 как раз и станет, скажем, полполом тем самым, который ниже уже, скорее всего, мы пробивать не будем. Более того, смотрите, с нефтью что происходит. Нефть растет. Нефть идет на 84. И, на самом деле, это уже говорит о том, что, как раз, как я вам говорил, что вот этот диапазон 82,84 будет, скорее всего, восстановлен. А дальше есть вероятность дальнейшего роста. А индекс доллар уже не давит на нефть. Почему? Потому что уже вероятность ставок, то, что она будет повышаться, она сокращается. И мы видим, что индекс доллара начинает откатывать. Цены на нефть, они, в принципе, пока более-менее, скажем так, находятся еще в приемлемом состоянии. Они, конечно, могут потом и снизиться, потому что, еще раз говорю, запасы уже начинают очень сильно расти. Как только цена выходит там на 82,84, а на 92, так вообще просто начинается сразу беда. И, господа, не забываем прежде всего, что у нас завтрашний день готовят. А он у нас готовят, господа, 13 января проведение операций по продаже и покупке иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в рамках реализации мифиномеханизма бюджетного правила. И это все остановило курс доллара-рубля. Несмотря на то, что, обратите внимание, доллар-то у нас упал, а рубль-то нет, не укрепился, нисколько он там не пошел на 65, на 64. Это к вопросу о том, что я вам говорил и до этого. То есть все, когда там начинали писать, а что, вот он уже ниже, никуда он не ниже. Вот видите, он все равно держит 68. При том падении доллара, которое сейчас произошло, он должен был уйти в район 65,5. А он не падает, потому что все понимают, что бюджетное правило пока еще непонятно, где оно вообще начнется, можно сказать, реализовываться, на каких значениях. И, соответственно, еще вероятность того, что, например, на 70-50 мы теперь можем вернуться, это как бы без проблем. Хотя на самом деле, смотрите, индекс доллара, он сейчас, скорее всего, пока будет ослабляться. Тем более, смотрите, завтра у нас будет очень немаловажное тоже событие. Это отчеты начала кампании начнут отчитываться. Ну, это не сказать, что это настолько сильно может повлиять, как, например, индекс потребительских цен, но это может дать поддержку, соответственно, американскому рынку, что мы сегодня и увидели, кстати, смотрите, да, 3,980. Почти на 4,20 мы уже идем. То есть мы сегодня практически тестировали 4,000. То есть если сейчас завтра отчеты покажут, что, собственно говоря, экономика вполне себе очень даже устойчива, никакой рецессии нет, и банки покажут хорошую отчетность, то выход за 4,20 вполне может попытаться произойти. А это говорит о том, что, конечно, индекс доллара может еще и ослабнуть, да, но смотрите, какая ситуация. Даже если доллар ослабнет, не факт, что рубль будет укрепляться в сторону 65,50. На самом деле все больше становится признаков того, что все-таки мы закрепимся 68-70,50, и вот эти уже диапазоны 73, 72, 74 становятся крайне под вопросом. Потому что, еще раз говорю, доллар слабнет, рубль пока, естественно, укрепляться не будет. Тем более надо учитывать, что бюджетное правило, мы пока еще не знаем, по какому, скажем так, значению это будет проходить. Были даже моменты, мы говорили про 75. Сейчас я вот нашел такую информацию, что некие аналитики считают, что, смотрите, так сейчас, причина в том, что правило проведенных валютных интервенций было трансформировано в пользу повышения вмененной цены, продавая в нефти, до 62-65 долларов за баррель, против 44,2 по старому правилу. То есть старое правило было 44,2, а здесь цены подняли, 62-65. Но мы же видим, что цены на нефть на самом деле у нас достаточно сейчас нестабильны. То есть за счет вот этих всех потолков и так далее, все равно мы продаем с достаточно крупным дисконтом. Отсюда какой следует вывод? Что, соответственно, если бюджет будет недостаточно наполняться, то тогда, и при этом, скажем так, инфляция не будет сильно разгоняться, то вполне вероятно, что, естественно, рубль будет ослабевать. Но, но, надо учитывать, что мы уже говорили о том, что для того, чтобы привлечь инвестиции в тот же рубль, чтобы было выгодно его покупать, то, соответственно, он должен быть стабильный курс. Вот, собственно говоря, к чему сейчас и идет Центробанк. Поэтому, еще раз говорю, пока не гарантирую, что может произойти в итоге пробой и пойти на 65-50. Почему? Потому что доллар слабнет. Все сейчас против доллара начинает играть. И поэтому, кстати, и нефть себя чувствует достаточно неплохо. Почему она, собственно говоря, сейчас смогла разогнаться вплоть до 84? Потому что, во-первых, бюджетное правило стало оказывать определенное воздействие. И плюс, соответственно, мы видим, что ситуация со ставками, она начинает постепенно, скажем так, ослабляться. И, соответственно, нефть, ну и вообще все, что связано с сырьем, оно начинает расти. Поэтому индекс доллара начинает постепенно съезжать. Но мы помним, да, что если цены на них резко вдруг пойдут вверх, индекс доллара может прийти опять в движение. Это надо четко понимать. Хотя со ставками картина, как мы видим, начинает постепенно меняться. Теперь смотрите, что у нас произошло с облигациями. Облигации, в принципе, заняли просто не, скажем, какую-то падающую там позицию, да. Они просто фактически заняли выжидательную, опять же, позицию. Хотя ждать уже, по большому счету, больше нечего. Только, как говорится, 1 февраля, когда будет заседание ФРС. Вот теперь вот же, как бы, естественно, все будут ориентироваться на что? Вот эту ставку 0,25 или 0,50. Вот теперь уже становится закладываться рынком 0,25. Харкер это подтвердил. Перед этим мы слышали от Бостика того же, да. И плюс, соответственно, Паул не дал никаких отрицательных сигналов. Я вам говорил про то, что Паул выступил, ничего не было. И, смотрите, десятилетки тоже заняли просто выжидательную позицию. Это не говорит о том, что ситуация может вдруг неожиданно резко не размернуться. Такое тоже вполне может быть. Но самый главный момент – это то, что рубль сейчас не укрепляется. Да, бюджетное правило помогает его поддерживать. Все начинают, как бы, думать, а где же все-таки начнутся интервенции Центробанка. Да, и опасаются делать какие-то спекулятивные движения. И это вполне понятно. То есть, вот все ждут. Завтра наступит, ну, уже, считай, сегодня наступил 13 января. И, соответственно, вступает уже вот это у нас начинается закупки Центробанком валюты. И, естественно, господа, это может вывести нас обратно за 68 и вернуться за 70. Не факт, что, конечно, мы пройдем 70-50 вверх. Хотя, на самом деле, вот по мне, да, все-таки вот это самый сейчас логичный абсолютно диапазон – это 70 и 72. Уже не 72 и 74, а вот от 70 с половиной до 72. Ну, и, соответственно, вот в пике, как я указывал вам, 73. Скорее всего, вот эта цель уже будет не реализована. Потому что, еще раз говорю, доллар начинает слабеть. Это мы видим. И, соответственно, не сможет он настолько укрепиться для того, чтобы разогнать курс до 73. Хотя, еще раз говорю, моменты определенные, скажем так, например, завтрашние ситуации с бюджетным правилом может достаточно сильно поменять эту историю. По Китаю, господа, показало данные, что все-таки там индекс цен потребителей растет. То есть, инфляция в Китае растет. Не сильно, конечно, но все равно повышается. А это говорит о том, что инфляция будет, естественно, отразиться на всех странах. В том числе и в США, как говорится, впереди это может тоже произойти. Поэтому полной борьбы с инфляцией, естественно, никто не оканчивает. А рынок устойчивый, экономика устойчивая. И, соответственно, можно ставки держать на высоком уровне. То есть, они их подымут, но, возможно, перестанут подымать, а станут на максимальных значениях. Как вот говорили перед этим два товарища, когда мы, собственно говоря, видели коррекцию по рынку. Поэтому, господа, выводы простые. Что сейчас против рубля играет на самом деле абсолютно уже ничего. То есть, доллар сейчас в данный момент начинает полностью терять свою силу. Но, с другой стороны, кроме бюджетного правила, рубль особо пока никто и не поддержит. Только конкретно возможные действия Центробанка. И это можем мы узнать уже завтра. И еще раз напоминаю, смотрите, доллар насколько ослаб, а рубль нисколько не укрепился. Поэтому вот это 68 вполне остается также, я думаю, вот этим самым полом. Есть вероятность, что все-таки мы возвращаемся, например, на интервенциях Центробанка, может он даже, закупая валюту, перетащить в район 70-50 и даже в район до 72 в итоге. Ну, то есть, пиково, да. Но самый главный момент, что мы просто можем вернуться за 70-50. Вот так я вам скажу. Это самое то, что я, например, ожидаю. Я не верю, что пойдет на 65-50, еще раз говорю, невыгодно сейчас абсолютно Центробанку, бюджету России для того, чтобы укрепить рубль до 65,5. Ну, нелогично это абсолютно. Поэтому, соответственно, все валюты, вот смотрите, даже теперь давайте посмотрим по Форексу. Доллар-рубль 67-78, ну, то есть, в принципе, смотрите, тоже никаких сильных движений нет. И, кстати, вот смотрите, интересный момент, что нам рисует сразу волновой анализ. Видите, он что показывает? Он показал, что произошла коррекция, а теперь должен быть рост, соответственно. То есть, пятая волна, типа, она должна быть уже вверх. Ну, это вот как раз складывается в мою концепцию, что все-таки мы за 70-50, скорее всего, вернемся. По евро. Та же самая история. Смотрите, волновой анализ тоже ждет у нас. Вон аж куда, на 94, на 86, на 80. Ну, тоже на отскок, да. И если мы вот здесь посмотрим тоже, да, то есть, как бы коридор, нижняя граница, вот отскок. Ну, это, опять же, технически, а по факту это, естественно, говорит о том, что, скорее всего, если, как говорится, начнет сейчас работать бюджетные правила, начнут закупки валюты, то есть, вероятность, естественно, спокойно укрепиться евро против рубля и обратно вернуться за 76. Ну, вот с евро смотрите. Тут надо, конечно, смотреть вот на этот график. Здесь, скорее всего, от 76, если верну, да, и не выше уже, понятно, там, 80, есть даже вероятность, что, скорее всего, где-то до 78. Вот так вот. То есть, от 76 до 78. По юаню тоже, давайте тогда здесь смотреть. Вот юань, он поинтереснее немного в этом плане выглядит. Он может покрепче стать, потому что мы помним, что интервенция будет проходить, в том числе с помощью как раз кросс-курсами по юаню. И вот здесь, соответственно, он может укрепиться от 10.2 до 10.4. Но вот 10.8, и уж тем более там 11, как мы там говорили, что вариант возможен, да, смотрите, даже цели, как они шли-шли-шли, и у 10.7 все завернули. То есть, скорее всего, возврат на 10.4 вполне может быть. Попытка выйти там в район 10.50, 10.60 может быть. Но и закрепление где-то в районе 10.2. То есть, я думаю, ниже 10.2 юань уже, скорее всего, уходить не будет. Так что, в принципе, господа, вот все, что я вам хотел сказать. Еще раз говорю, по факту основные события прошли. Естественно, нельзя, как говорится, выключать из этой цепочки ситуацию, связанную с бюджетным правилом. Завтра мы увидим, что будет вообще происходить. Вероятнее всего, скорее всего, я говорю, все-таки будет закрепление за вот эти уровни, да, то есть, это у каждого будет свой. То есть, если мы посмотрим, что вот, например, годовые коридоры, да, доллар-рубль, это, соответственно, за 68 в сторону, вернее, выход, да, от 68 в сторону 70 с половиной, и где-то до 71-72, вот так вот максимум, скорее всего, все-таки вот этот будет диапазон. По евро, соответственно, возврат от 73 до 76, вы, кстати, обратите внимание, я вам говорил, да, что это середина годового коридора, что у евро, что у рубля, вот, они, в принципе, здесь и остановились, то есть, ничего тут не произошло особо. И юань, смотрите, тоже ровно середина годового коридора, 10 ровно. И, соответственно, отсюда, я думаю, что все-таки выход в верхнюю зону будет, то есть, за 10,3 юаней, там, вплоть до 10,5, да, по евро, соответственно, возврат к 76 и где-то до 79, ясно, не до 80. Ну, и доллар, рубль, соответственно, от 70 с половиной до 72. Вот лично я думаю так. Вот, кстати, по цели, смотрите, 73, мой прогноз, вот цели как бы подтверждает, да. Но еще раз говорю, будем смотреть завтра, потому что именно завтрашняя ситуация, она как бы покажет, если Центробанк как-то себя проявит, то будет вероятность, что, конечно, рубль ослабнет, и, соответственно, мы увидим выход за 7,5. Ну, 73, я говорю, сейчас уже даже лично я ставлю под вопросом, потому что, ну, 71 может быть, 72. Ну, вот 73, честно говоря, уже после того, как я увидел, что доллар, в принципе, сейчас по факту будет слабеть, скорее всего, не будет. Ну, естественно, мы завтра, как вы помните, последний день, пятница этой недели, подведем итоги, в итоге посмотрим, как у нас курс, скажем так. Смотрите, можно эту неделю, на самом деле, вот кроме завтрашнего дня, потому что завтрашний день это будет закрытие недели, да. А если вот мы посмотрим, скажем так, предыдущую неделю и эту неделю, смотрите, предыдущая неделя это был рост, а эта неделя коррекция. То есть, ну, как бы ничего тут такого, две фазы фактически, да, рост, коррекция и, соответственно, намекает, естественно, опять на новый подъем. Так что вот это вот я вам хотел сказать. В принципе, больше особо там, как бы нам анализировать особо и нечего. Так что напоминаю, господа, еще раз, те, кто интересуется не только непосредственно, как говорится, курсом доллар-рубля, а вообще финансовым рынком, подписывайтесь на наш телеграм-канал Trader Club, анализ акций. Ну и, соответственно, следите за нами, подписывайтесь и будьте в курсе. Продолжение следует...